С 11 по 13 июня 2016 года в подмосковном центре Северный Кунсангар прошли учения буддийского мастера Дрикунг Ламчен Гьял Паринпоче. Как драгоценного учителя его распознали Дрикунг Ябгон Шевелла Дро, 16-й Гьял Вакармапа и Тайситу Ринпоче. Дрикунг Ламчен Гьял Паринпоче прошел обучение в Тибете у многих великих мастеров всех школ тибетского буддизма. После эмиграции в Индию 11 лет он работал в тибетском правительстве в изгнании. Особую связь учитель имеет в Гарченом Ринпоче и в целом он сыграл огромную роль в сохранении линии Дрикунг Агью в Тибете, Индии и во всем мире. В северном Кунсангаре Дрикунг Ламчен Гьял Паринпоче даровал Ванг Манджушри Ямантаки и комментарии к практике. Линия передачи этого тантрического метода связана с Гарабом Дорже, Манджушри Митрой, Гуру Падмасамбхавой, Нупсангейше и многими другими великими мастерами Индии, Непала и Тибета. В специальном интервью для сайта «Сохраним Тибет» Ринпоче ответил на несколько вопросов о буддийской дхарме. Ринпоче на фоне усиливающейся напряженности в мире, войн, противостояний, конфликтов на личностном уровне, хочется поговорить вот о чем. В западной культуре на основе христианских воззрений говорится о неком абсолютном зле, персонифицированном в сатане, дьяволе, существе, которое вредит людям, побуждает их совершать неблагое. В восточной культуре и в частности в буддизме также есть аналогичный персонаж, известный под именем Мара. Каким образом в учении Будды говорится о Маре? Если мы говорим о Маре, как это представлено в буддизме, то здесь Мара — это препятствие. Все неблагое, что прежде всего связано с нашим собственным неусмиренным умом. Мара не появляется извне, не представляет собой какое-то внешнее существо. Это состояние нашего собственного ума. Это наш необузданный ум. Обычно человеческое сознание подвержено трём основным негативным влияниям, или трём ядам — неведенью, страсти и гневу. Например, в случае, когда в уме возникает гнев, и под воздействием этой негативной эмоции мы вредим другому существу, в этом случае мы говорим, что нами овладел демон, или Мара. Если мы видим какой-то предмет, и в нас возникает желание или страсть получить его, это означает, что нами завладел Мара привязанности. Если же нам не хватает мудрости, то это Мара-неведение. Таким образом, в буддийском понимании Мара — это прежде всего состояние собственного необузданного омрачённого ума. То есть, правильно я понял, что не существует никакого отдельного дьявола. Существует только омрачение нашего собственного ума. А если, к примеру, к нам приходит некое внешнее существо, какой-то человек или группа людей, и старается отнять что-либо, какой-то предмет или, например, нашу жизнь, мы всё равно не рассматриваем это как внешнего Мару. Если к нам приходит человек и создаёт препятствия, вредит, грабит и совершает другие негативные действия, то мы всё равно не говорим о физическом, вещественном Маре. Мы говорим о Маре или демонах или духах, которые овладели этим человеком. Под этим подразумевается, что этим человеком овладели омрачённые состояния сознания, из-за которых он и совершает негативные действия и накапливает негативную карму. У нас есть тибетское слово «дундри», которое обозначает человека, находящегося целиком под влиянием негативных эмоций, того, кто подвержен сильным страстям и, таким образом, подобен демону, который может создавать очень большие препятствия. Но важно знать, что такое состояние не абсолютное, не постоянное, поскольку если существо, подверженное сильным омрачением, всё-таки встретится с учением Будды, если ему объяснить, как правильно относиться к другим существам, как развивать любовь и сострадание, если каким-то образом его направить на путь практики, то понемногу, сначала развивая относительную бодхичитту, в нём постепенно разовьётся и абсолютная бодхичитта, абсолютное знание или абсолютная мудрость, и он сможет обуздать свой ум и избавиться от этих демонических сил, которые над ним властвуют. В тайных учениях Ваджраяны говорится, что мы используем наши негативные эмоции, гнев, страсть и другие на пути к достижению окончательного пробуждения. Каким образом это происходит? В целом, вопрос о том, как мы относимся к негативным эмоциям, следует рассматривать в контексте различий существ, где есть простые люди, есть практикующие общий буддийский путь и йогины тайной мантры. В ходе многочисленных противостояний в мире обычные люди реагируют стандартным образом. Когда кто-то нападает, они защищаются. Когда их бьют, они дают сдачи. На основе этих простых реакций, в основе которых лежат омрачения, и происходят все конфликты. Если же мы возьмем общий буддийский путь совершенствования личности, то, контактируя с другими существами, мы стараемся обуздать наш ум, не допускаем злобу в наши сердца, а также привязанность, зависть, гордость и так далее. Таким образом, мы, буддисты, усмиряем собственные негативные эмоции и проявляем соответствующее этому поведение. Но в тантре, как вы знаете, есть наставление о трансформации негативных эмоций в путь с помощью особых методов, направленных на достижение окончательного освобождения. Здесь мы уже говорим о йогинах, которые в ходе медитации представляют себя в образе божества. Когда такой практикующий, наблюдая за своим умом, обнаруживает гнев, например, то он тут же представляет этот гнев в образе божества. Таким образом, наша эмоция трансформируется, и мы далее развиваемся на пути освобождения. Таким образом, можно ясно понять, в чем заключаются различия между обычным человеком и практиком дхармы. Простые люди обычно идут на поводу своих эмоций, а последователи Будды, следуя общему пути, отсекают негативные эмоции, а на пути тантры трансформируют их. В тот момент, когда в нашем уме возникает негативная эмоция, например, гнев, и если мы, следуя гневу, оказываемся под его властью, тогда можно сказать, что нами овладевает Мара. На тантрическом пути мы, напротив, своим умом устанавливаем власть над эмоциями и используем их на пути к освобождению. Говоря о тантре, важно, чтобы то, о чем говорится в текстах, применялось правильным образом. Если смысл тантры не будет понят, то практика не принесет пользы. В Москве мне очень нравится. Я увидел, что люди здесь умиротворенные и стараются практиковать тхарму. Кроме этого, сюда приезжает много мастеров различных традиций, и таким образом вы можете получать различные учения. Кто-то объясняет практику Хиваджи или Ямантаки, Манджушри и других божеств. Я понимаю, что порой трудно выбрать, по какому пути идти. Но у вас в центре Дрикун Кагью, Ратна Шри, есть замечательный учитель, Гарчен Ринпоче, и поэтому вам достаточно легко следовать его наставлениям. Если говорить о нашей линии Дрикун Кагью, то я могу повторить слова его святейшества Далай-ламы. Тхарма в Тибете имеет связь с древним университетом Наланды. Наша школа, в частности, идет от Наропы, индийского святого ученого из монастыря Наланды. Его ученик Мар Палацава принес традицию в Тибет. Далее был известный йогин Миларепа, и таким образом линия непрерывно дошла до наших дней. В ходе своего визита вы даруете редкое посвящение Манджушри Ямантаки. Расскажите, почему это божество имеет такой свирепый вид, каковы его особенности, для чего предназначена его практика? Как мы уже говорили, прежде всего, нам необходимо избавиться от собственных омрачений. Поскольку главным источником всех страданий является неведение, то подобно тому, как для того, чтобы рассеять тьму, должно появиться солнце, нам для преодоления неведения необходима мудрость, которая представлена в образе Манджушри. Для работы с гневом, для трансформации этой негативной эмоции, Манджушри принимает устрашающую, свирепую форму Ямантаки. Есть два вида Манджушри Ямантаки. Первый — это так называемый кармический Ямантака. Его мы можем видеть на изображениях колеса самсары. Там, вы должны помнить, свирепое существо Яма держит колесо самсары, и в зависимости от того, сколько умерший человек в течение жизни накопил негативного или позитивного, направляет его в ад или другие миры для обретения нового рождения. Кроме Ямы, есть Ямантака, представляющий собой эманацию Манджушри. Это Ямантака мудрости. И его проявление связано с пониманием абсолютной природы вещей. Его гневный облик представляет особый вид сострадания, подобный состраданию любящей матери, которая пытается утихомирить своего ребенка, когда мирные методы не позволяют это сделать. Чтобы быстро остановить ребенка или показать ему, что нельзя делать то или иное действие, мать может схватить ребенка, накричать или даже отшлепать его, таким образом уберегая свое дитя от негативного поступка. И вот подобно этому Манджушри принимает очень гневный образ. Он с выпученными глазами, он показывает свои клыки, у него в руках разнообразное оружие. Представая перед кем-либо в таком виде, Ямантака легко может вызвать страх и трепет. Но мы должны понимать, что таким образом из изначальной сферы Будд, Тхармакай, проявляется гневная форма Самхогакай в виде Ямантаки, для того, чтобы усмирить ум, который нельзя усмирить никакими другими активностями. На смену мирным проявлениям, таким образом, приходит гневная активность Будд. И она, в частности, здесь выражена Ямантакой. Если можно сказать шутку, то Ямантака — это такой суровый начальник, сильное и властное существо, перед которым все мары, все демоны стоят по стойке смирно и всегда соглашаются, покоряются его воле. И последний вопрос, просьба. Дайте, пожалуйста, общее наставление, как практиковать Тхарму в повседневной жизни. Сейчас Калий-юга, время упадков. И поэтому неблагое или негативное начинает преобладать над добродетельным. Когда в обществе царят негативные эмоции и совершаются нечистые деяния, естественно, что все больше людей становится на порочный путь и своей огромной массой давят тех людей, которые совершают добродетельное. С другой стороны, если жители нашей Земли будут стремиться совершать только позитивные поступки, если их количество будет увеличиваться, то остальные люди также будут следовать им, искореняя негативные эмоции. Так устроен наш мир. Здесь все смешано, позитивное и негативное. Поэтому мы, буддисты, должны показывать хороший пример личной практикой, искореняя собственные омрачения. Мы всегда должны проявлять терпение по отношению к другим существам, быть готовым прийти на помощь нуждающимся, делать других счастливыми, насколько это возможно, показывая тем самым благой пример для других. Именно так все больше и больше окружающих нас людей получат вдохновение для вступления на путь добродетели и тем самым ситуация в обществе будет налаживаться, развиваться в позитивную сторону. Поэтому очень важны добрые отношения между всеми людьми, между организациями и, в частности, между буддийскими центрами. Вы должны помогать друг другу. Это очень важно. Мы должны применять осознанность и взращивать благие намерения во всех делах. Не идите на поводу собственных корыстных интересов. Не наносите вреда или ущерба другим в стремлении получить прибыль. Не употребляйте алкоголь и другие вещества, под воздействием которых вы будете совершать негативные поступки и накапливать плохую карму. Вот что вкратце я могу посоветовать. Большое спасибо. Продолжение следует...